Приветствую вас, Лилия. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. В первую очередь хочется сказать, что вы себя обещаете, вы себя, как вы сами пишите, ненавидите за ревность свою к своему мужу. Но при этом все равно вы чувствуете ревность, все равно вы что-то делаете под давлением, под мотивацией. Ревность, все равно вы что-то делаете, все равно вы на что-то обращаете внимание. И для этого вы еще больше себя ненавидите. Вы находитесь в постоянном напряжении, в постоянном контроле. Вот. И, кроме всего прочего, стыдитесь того, что вы не можете мужу об этом рассказать. То есть вы не можете спросить у мужа, о чем, например, вы, о чем он говорил с своей женой. То есть вам стыдно, стыдно, стыдно признаться в том, что вы ревнуете. Получается, такой глубокий противоречий, из-за которого вы находитесь в очень тяжелом состоянии. И вот к этому состоянию, пожалуй, у меня есть к вам большое сочувствие. Потому что, ну, чисто по-человечески, очень болезненно и сложно жить в такой ситуации, в какой оказались вы. И для вас покажется немножко, наверное, может быть неожиданным то, что основная проблема заключается не в том, что вы ревнуете. Основная проблема заключается даже не в том, что, как вы говорите, вы параноик. Основная проблема заключается в том, что вы хотите справиться с ревностью. То есть вы ее хотите подавить. Вы пытаетесь ее подавить. А вот ревность. И... И вот то, что вы пытаетесь ее подавить. Ревность. Как раз на мой взгляд и является одной из основных ключевых сложностей. Почему? А... Потому что за ревностью лежит что-то. Вместе с ревностью идет что-то. Какие-то другие реакции, какие-то другие чувства. чувства. И... Какие-то другие желания ваши. Ммм... Например... Потребность в... Уверенности, в защищенности. В определенности. В сравнении к антроулю непереносимость... Ну... Непереносимость... Неопределенности. Непереносимость... Отсутствие контроля. Здесь вы скрываете довольно серьезное недоверие себе. Недоверие своим... Чувствам. Своим порывам. Ну, еще бы, если учесть, что... Вот следуя вашей логике какие-то... Эээ... Чувства. Какие-то желания могут быть... Эээ... Приемлемыми. А... Какие-то нет. Еще бы, если... Эээ... Какие-то чувства вы позволяете себе выражать. Какие-то чувства вы... Эээ... Не выражаете, испытывая перед этим... Эээ... Различные... Рэкетные ощущения. Такие как... Стыд. Неловкость. Может быть... Там... Презрение... Ну, презрение к себе. Не знаю, есть или нет, но... Эээ... И желание, по сути, все перетеркнуть и... И родиться заново. То есть, по большому счету, вы себя... Уничтожаете. По большому счету, вы себя... Убиваете. В этом смысле, мало чем отличаетесь от самоубийца. Человека, который кончает жизнь. Самоубийцем, который кончает собой. Вот мы с тобой мало чем отличаетесь от этого человека. Потому что... Эээ... Вы хотите уничтожить себя. Вы хотите уничтожить свою личность. Вы хотите себя переделать. Собственно... Эээ... Ну, как бы глобально это ваша... Эээ... Вот основная сложность. Что... Эээ... То, какая вы... Вы игнорируете. Эээ... То, какая вы, настоящая, что ли... для основы ревности вы игнорируете, вы пытаетесь стать другой, вы пытаетесь поменяться, если вы пытаетесь стать другой, если вы пытаетесь поменяться, вы волей-неволей смотрите на других людей, как бы опираясь на образы, от которых вам нужно будет поменяться, опираясь на образы которых вам нужно будет измениться и естественно у вас не получается и не получится потому что такими как они, те на кого вы смотрите, те с кем вы себя равняете и те с кем вы не одни люди, а вы другая. Но изначально, изначально у вас в глубине души есть колесовая мысль, что меня не могут любить, я не достойный любви, почему я не достойный любви, потому что со мной что-то не так, почему со мной что-то не так. А тут самый интересный вопрос, со мной что-то не так, потому что я себе что-то не позволял. Давайте на основании, на примере ревности, да, попробуем рассмотреть то, о чем я говорю. Когда вы ревнуете, основным вашим желанием, скорее всего, является отсутствие угрозы вам со стороны потенциальных соперниц в контексте вашего мужа. То есть, условно говоря, вы ревнуя хотите, чтобы вокруг мужа не было никого, никаких других женщин, только вы. Тогда, значит, соответственно, человек будет смотреть только на вас и, соответственно, будет только с вами. Это в корне неверно. Ну, то есть, сама по себе такая концепция, такая позиция, она в корне неверна, потому что исключает выбор, возможность выбора для мужчин. Если мужчина, если мужчина не выбирает, а у него, по сути, нет выбора, и он с вами, да, он не выбирает вас, то получается, что он с вами, потому что больше не с кем. Ну, это вот, в идеальной ситуации, в идеальном мире, где, кроме вас, у мужчины больше никого нет. Мужчина с вами, потому что он не делает выбор. У него нет этого выбора, он просто вот с вами, потому что он больше не с кем. Как вы думаете, как вы думаете, в этой ситуации, вас будут больше любить? Нет, нет, нет. От вас некуда будет деваться. От вас некуда будет уйти. От вас некуда будет спрятаться, потому что нет выбора. Понимаете? Условно говоря, вы строите отношения, заведомо обреченные на обесценивание. Вы строите отношения, изначально основанные на том, что у человека нет возможности выбрать, с вами он хочет быть или нет, и ценить свой выбор, любить вас в этом выборе. То есть, вы обрекаете себя своими действиями на обесценивание. Это первый момент. Второй момент. Я не знаю, как я у вас чувствовал к своему мужу, но давайте предполудим, что вы его любите. Мне кажется, что любовь это все-таки что-то на отдачу. То есть, если я тебя люблю, я хочу и для тебя что-то сделать. Постарайтесь соотнести свою любовь к мужу. И точно по факту вы пытаетесь лишить его выбора. По факту вы не хотите, чтобы у него был выбор. Вы не хотите, чтобы он каждый раз выбирал вас. Потому что боитесь, что однажды он вас не выберет. И вы правы. Отношения это выбор. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Но вы боитесь, что он вас не выберет. Теперь мы подходим, наверное, к самому интересному, но в то же время и самой такой вот неоднозначной части моего ответа. Где, в общем-то, очень здорово было бы иметь с вами прямой комбакт для того, чтобы опровергать или подтверждать то, что я говорил. Почему нас страшит, что нас могут не выбрать? На самом деле, по одной, как мне кажется, по одной причине. Потому что нам кажется, что если нас выберут, не выберут, если нас не выберут, то мы плохие. А плохие мы, при условии, если нас не выбирают, в том случае, если мы сами к себе относимся, как к чему-то негативному. Ну вот, например, вы ненавидите себя за ревность, хотя на самом деле пытаетесь себя защитить. То есть, ну, в основе, в основе ревности лишится желание себя защитить, желание себя обезопасить. Чувство более, чем естественное, как мне кажется. Чувство более, чем адекватное, чувство более, чем нормальное для, ну, вообще, кого бы то ни было, да, это более, чем нормальное чувство. Но вы себя за это бичуете. Ты не должна ревновать, я ненавижу себя за ревность и так далее. Почему? Потому что вы не замечаете, что идет в месте тревности. Если вы хотите себя защитить, то, соответственно, в чем-то вы видите для себя угрозу. Если вы видите в чем-то для себя угрозу, то есть, условно говоря, это выглядит так, что... Представьте себе движущуюся фигурку. Фигурка движется в плоскости, ну, не в плоскости, а в пространстве. Я не очень сильно в геометрии, поэтому могу выражаться не очень хорошо. Фигурка движется в пространстве. Предположим, что эта фигурка представляет из себя прямоугольник. Прямоугольник, который движется горизонтально. То есть, сразу такой горизонтальный, продолговатый предмет. С квадратными углами. На верхней поверхности и на нижней поверхности нашего прямоугольника расположены, ну, скажем так, штекеры. Расположены штекеры, в которых вставлены такие, скажем так, манипуляторы, да, допустим. То есть, это такие вот небольшие продолговатые, такие цилиндрики, на которых расположены кисти, кисти с подвижными суставами. И эти кисти с подвижными суставами, три сверху и три снизу, имеют разную величину, разную ширину и разный форм-фактор. То есть, условно говоря, где-то эти суставы представляют из себя трубку, где-то эти суставы представляют из себя крючок, где-то эти суставы представляют из себя, скажем так, присоску, да, и так далее. Но, предположим, что у нас есть три сверху и три снизу. Но работают из шести функций только четыре. Две оставшиеся функции, вместо цилиндриков и составов на них, просто пустующие штекеры. Пустующие штекеры, там ничего нет. И это то, что называется слабым местом. Это то, где в данном случае нашему прямоугольнику требуется помощь извне, когда он сталкивается с препятствием, взаимодействовать с которым ему невозможно, потому что у него нет необходимых инструментов. И тогда ему нужна помощь. Так вот, невещущенность, это тоже, это именно отсутствие необходимых инструментов для того, чтобы с этим взаимодействовать. Только у человека это связано с подавлением этих самых инструментов, с обесцениванием, с отрицанием, вытеснением этих самых инструментов. И мне кажется, что наша задача заключается в выращивании, в наращивании вот этих самых инструментов, которых у вас нет, чтобы вы не чувствовали себя не способны справиться с теми угрозами, которые у вас есть. Не с ревностью, не с ревностью справляться, а с теми вызовами, с теми угрозами, которые у вас есть. Ну, например, 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 Вы говорите, что человек, мой муж, а, вообще, ну, значит, иногда переписывается с своей бывшей женой. И я нервничаю из-за этого, я ревную, вот, и так далее. С чем это связано? Давайте немножко здесь ситуацию обрастим, просто для того, чтобы проиллюстрироваться. Первая мысль. Я хуже ее, я не интереснее ее, я не красивее ее. Она умнее, она привлекательнее, она привычнее для мужа, роднее для него, чем я. И второе. То, что у меня страх, что муж вновь выберет ее, но не меня. Вот, как появляется эта мысль, что я не умнее, я менее умная, чем она, менее красивая, чем она, менее привлекательная и так далее, чем она. Это, произвела, что я должна быть какой-то. То есть, ээээээ, моей привлекательности, которая есть у меня, мне мало. Но проявлять, реализовывать свою привлекательность, свой ум, свое очарование, так как я это умею, я не буду. И, соответственно, смотреть, кому из людей это понравится, и кто из людей на это откликнется, я не буду. Вместо этого я буду стараться играть не в своем поле, или тот самый, как футболист пришел бы играть, ну, я не знаю, в теннис какой-нибудь, проиграл бы, а потом сокрушался, что у него не получилось выиграть. Вот. Значит, я буду играть на чужем поле, я буду проигрывать, и я буду находиться в тревоге. Какой здесь основной запрет, как можно видеть? Да, очень простой запрет. Я не могу быть собой, я не должна быть собой. То, какая я, я, вообще-то говоря, плохая. И самое интересное, как мне кажется, то, что вы действительно можете быть плохой. То, какая вы есть. Но, интересные моменты, где счастливы в том, что если вот то, что вы плохая, рассмотреть поближе, то вы увидите, что и в том, что вы плохая, и в том, что вы хорошая, это зависит от точки зрения. Всегда есть некая потенция, некое желание, некая энергия, которую нужно выражать. И выражая эту энергию, то есть выражая потенцию, проявляя свое желание, вы куда-то идете, идете. Этот путь, который вы проходите, реализовываете, является чисто вашим путем. Он не хороший, не плохой. Это просто ваш путь. И вы на этом пути, если этот путь выбран вот примерно таким способом, вы чувствуете себя естественно, вы чувствуете себя легко, вы чувствуете себя свободно, вы чувствуете себя уверенно. Но, происходит следующая ситуация. Вы встречаете мужчину. И, встретив мужчину, вы думаете, ух ты, какой красивый мужчина. Я так ошибочно. Он мне так понравился. И, на первый взгляд, кажется, что это симпатия, это влюбленность, это страсть. И, отчасти, это так. Особенно, в том, что касается страсти. Но, не более того. Дело в том, что, если вы внимательно следите за тем, что я говорю, то вы увидите, что основная мысль здесь такая, что я хочу быть с ним. То есть, это эгоистичное такое желание. Я хочу быть с ним. Это значит, что я хочу что-то от тебя получить. И это нормально. Мы все хотим что-то друг от друга получить. Это нормально. Вот. Например, вы хотите получить от нас помощь, там, и так далее. Но для того, чтобы получить от нас помощь, вы должны написать свой текст и, в вашем случае, все заплатить за то, чтобы ваш вопрос, ну, какое-то время висел в числе первых, то есть, не уходил вниз. Вот. Это нормально, что вы хотите что-то получить. Но, необходимо еще и что-то давать. Отдавать-то как раз можно то, что у вас есть, когда вы идете на этом пути, о котором я говорил. Но, если вы видите человека, и вы хотите от него только получать, то это означает, первое, что вы подавляете себя, что вы не совсем свободны на своем пути, потому что вам чего-то не хватает на постоянной такой вот гиперстрофированной основе. А с другой стороны, это означает, что вот вы видели мужчину, и вы думаете, о, какой бы я классно была с ним, как бы здорово мне было бы с ним. Я должна быть с ним, как вот некоторые говорят. Я должна быть с этим человеком. Ну, это же, как вы понимаете, ну, по сути, заставление себя, вот, как раньше, вот, людей женили, да, просто, ну, потому что родители так решили. Вот, примерно таким образом решаете. И не говорю, что вы не любите своего мужа, вероятно, вы его любите, но какой была бы ваша любовь, если бы отсутствовали вот эти моменты. Это довольно интересно. Следующее, следующее, следующее. Ну, да, частично это исходит из вашего контроля, из вашего стремления контролировать, но я все же хотел бы обратить на это внимание. У вас есть положение, у вас есть такое представление, что вы должны всеми силами удержать человека, чтобы он не, дай бог, от вас ушел. То есть вы отрицаете для своего любимого, в скобочках, априори, мужчины, возможность уйти от вас. Вы отрицаете возможность того, что человек изменится. Вот он изменится, изменятся его ценности, изменятся его представления, его цели, и чувство к вам изменится, и он уйдет от вас. Это нормально. Может быть, этого не произойдет. Может быть, вы будете вместе меняться. А может быть, и произойдет. И вы это отрицаете. То есть вы отрицаете для своего любимого человека возможность изменения выбора. Почему? Потому что вы отрицаете для себя возможность изменения выбора. И выбора. Вот вы, как вот мы говорили, да, что вы подавляете, подавляете в себе ревность, вы подавляете в себе ревность, вы пытаетесь подавить в себе ревность, и бичевые себя за это, и стесняетесь этого. Вот вы, значит, закрываете себе доступ каким-то переменным в переменах, потому что, по большому счету, вот, ну, вы находитесь в такой клетке, или колесе, по которому бежите, если мы говорим о клетке. Вот, то есть, например, как бы, мышь лабораторная, или крыса, значит, находясь в этом колесе, они бегут, им кажется, что они бегут, но на самом деле, понятно, что они стоят на месте, стоят на месте. Вот. И то же самое делаете вы, потому что вы видите лишь только поверхность своего внутреннего мира. Вы видите только лишь лицевую его часть, но вы не прикасаетесь к себе, чуть глубже к себе настоящей. Единственный способ для вас устраивать отношения, это максимально привязать человека к себе, но тем самым лишая себя всякого шанса на близость. Я думаю, что эмоциональной близости вы боитесь, потому что вам достаточно легко сделать больно, вам достаточно легко причинить больно, и кажется, что эмоциональной близости вы боитесь. Соответственно, вы не умеете строить отношения, которые основаны на эмоциональной близости, на риске, на нежности, на принятии человека, на боли. Боли вы тоже боитесь, что он не знает, что с ней делать. Вы не умеете боли выражать, вы вот своему мужу даже не говорите о том, что с вами происходит, снятие. Поэтому, может, странно сказать, Андрей, но что же мне сказать про то, что я ревну, это все будет смешно. Понимаете, тут не о ревности нужно повторять. Как вам сказать, вот, Говоря о ревности, вы не говорите ничего. Говоря о ревности, вы не выражаете себя. Говоря о ревности, вот, на, допустим, на бытовом языке, это звучит примерно, ну, примерно так, это звучит, вот, именно примерно, повторяюсь, это чисто примерно, только. Это звучит так, на бытовом языке. Мне неприятно, что ты общаешься, с, там, допустим, с моей бывшей женой. Меня это слит, бисит, а я считаю, что бывшие, бывшие должны оставаться впрочем, и все. Естественно, подобное вызовет негатив, потому что это директивы, это приказной тон, это обвинение, это контроль. Давайте подумаем, а что есть там еще? Вы можете сказать, я боюсь, я боюсь, что ты от меня уйдешь. Хорошо, уже лучше, уже, эм, более, искренне, более интимно, да, более уязвимо звучит, потому что в первой позиции вообще уязвимости не было. но, я боюсь, что ты от меня уйдешь, может так же восприняться, как манипуляция. Я боюсь, что ты от меня уйдешь, поэтому докажи мне, что ты от меня не уйдешь. Это манипуляция. А что еще? Вот что еще? Я боюсь, я боюсь остаться одна, да, например. Хорошо, это тоже, это еще более. А почему вы должны остаться одна? Потому что со мной что-то не так, да? А что со мной не так? Например, мне кажется, что я некрасивый. Ну да, это просто пример, это не про вас. Мне кажется, что я некрасивая. А мне кажется, что я некрасивая, потому что я сравниваю себя а с другими людьми, да, и вот по сравнению с другими, например, с девочками, я некрасива. Это значит что? Я чувствую, что постоянно должна равняться на других. И постоянно равняясь на других, я чувствую себя неполноценной. И я хочу быть полноценным, например, да, но вижу возможность быть полноценным только через сравнивание себя с другими, не понимая, что проиграю. Когда я сравниваю себя с другими, я уже проиграл, я уже неполноценный. И говорю, вопрос, откуда я вообще взял или взяла, что я неполноценный? Мать. Как я понимаю, что я неполноценный? И вот мы уже говорим о совершенно других вещах, не связанных с ревностью. И вы можете сказать своему мужу, прийти и сказать ему, что я так устала, например, сравнивать себя с другими людьми, пытаясь быть, там, не знаю, не хуже. Или я так устала в время бороться за то, чтобы быть, там, лучше всех, например. И вы сможете увидеть, а что вы в себе не принимаете. И что вам хочется, хочется. Например, может быть, такой момент, что вы не принимаете в себе, там, ну, не знаю, невозможность, допустим, рисовать, к примеру. Или невозможность, там, не знаю, иметь, иметь такую пластику тела, чтобы змеей, там, изгибаться или садиться на шпага, на шпага, допустим. И вам будет, и вам будет больно от этого. От того, что вы не можете это сделать. Чего вам в этот момент хочется? Подумайте. И скажите об этом своему мужу. Вы же понимаете, что в этом уже нет. В этом уже нет ни бывшей жены, ни даже мужа, в этом есть только вы. Муж тоже присутствует, но главное действующее лицо – вы. И вы слушаете себя, вы слушаете свои желания. И вы выражаете это, вы выражаете человеку это. Вы просите его, дадите вам то, что вы хотите. Это никогда не бывает сложно, это никогда не бывает что-то сверхъестественное, что-то сверх, там, не знаю, дорогое и так далее. Нет. Если, если кто-то уходит туда, это, ну, немножко человек сворачивается пути. Зачастую человек просто очень понятные, очень простые, я бы даже сказал немножко фантастические вещи, ну, в рамках современных реалий. Которые кажутся непривычными, невероятными, но в то же время их так легко дать человеку. Это точно называется близость, это точно называется интимность. Но вы никогда или очень давно этого не делали. И вы точно не делали это с мужем, потому что в какой-то степени, в той или иной степени, муж для вас, это атрибут успешности, атрибут состоятельности. Муж это аргумент, аргумент для того, чтобы показать, продемонстрировать другим людям, что вы не хуже их. И когда появляется соперничество, а здесь именно речь о соперничестве, вы всегда проиграете. Нет, конечно, вы можете выиграть один раз, но потом вы будете очень много раз проигрывать. Почему? Потому что так устроено соперничество. Для того чтобы это понять, вы можете просто поиграть в абсолютно любую игру. И вы поймете, что победитель он только один. Но победитель этот, это победитель социальный. То есть для социального, для общества, в рамках тех правил, которые есть в любой игре, да, победитель один. Но что это такое? Рамки, правила и общество. Это игра. Это игра, в которой играют люди. И иногда люди играют всю жизнь, иногда люди играют, потому что не видят другого выхода, иногда люди играют, потому что им интересно. Вот я захотел поиграть в игру сейчас. И желая поиграть в игру, я вместе с другими экспертами отвечаю вам на вопрос. Я не знаю, выберете вы меня или нет, но это игра, в которую я сознательно выбрал поиграть. Потому что если бы мы не играли, то наша беседа складывалась бы немножко по-другому, она бы складывалась совсем в ином ключе. Но мы живем в определенных реалиях и я принимаю правила игры. Но принимая правила игры, я с одной стороны играю по правилам, но с другой стороны я постоянно слежу за тем, чтобы меня устраивало то, как я играю. Чтобы мне нравилось то, как я играл, стараться играть по правилам, но в то же время не предавать себя, вот конечная цель, которая, мне кажется, помогает психолог, психотерапевт дойти своему клиенту. Далеко не, далеко не быстрая задача, далеко не быстрая, не быстрая, не быстрая достижимая цель. Вот так. Я был бы не прав, если бы сказал, что прочитав один совет или в моем случае прослушав ответ, вы избавитесь от ревности. Не избавитесь, потому что вы привыкли с ней жить и она выполняет определенные функции защитные и так далее. Она реализовывает некоторые ваши желания и пока это все происходит, ревность будет. Поэтому, если вы любите своего мужа, если вы любите своих детей, если вы хотите, чтобы у ваших детей был отец, чтобы у вашего мужа была жена, любимая женщина. Если вы хотите сами быть счастливой, то вам нужно выбрать психотерапевта, выбрать специалиста на нашем сайте и настроиться на продолжительную работу. Потому что только через продолжительную работу вы сможете начать реально менять свою жизнь. Даже если мой ответ или ответ кого-то из моих коллег вызовет у вас озарение, то что психология называется инсайдом, то в долгосрочной перспективе вам мало что это даст. Не будьте так наивны. Впрочем, это касается не только данного аспекта, это касается всего. Например, вам кажется, что проконтролировав, например, кто пишет мужу, вы обезопасите себя от того, что он вам изменит или от того, что он от вас идет. Но если так подумать, то муж либо знает, либо догадывается, что вы можете за ним следить. И никогда не сделает так, чтобы вы увидели, по крайней мере, легко и публично то, что ему пишут на какие-то интимные вещи. И вот контроль, чтобы сохранить себя, должен перейти на принципиально новый уровень. А там уже происходит уничтожение человека. И вот я надеюсь, что вы не дойдете до этого, до этой стадии, когда контроль с целью удержать человека начнет уничтожать самого этого человека и вас заодно. Я надеюсь, до этого не дойдет. Но и чтобы не дошло, чтобы точно не дошло, нужна работа, нужна психотерапия. Удачи вам, всего самого доброго. Надеюсь, что мой ответ вызовет у вас обратную связь, которая послужит наш делам волнотворного сотрудничества. Продолжение следует... Продолжение следует...